Кадровая проблема в медицине Алтайского края уже не первый год на слуху. Несмотря на то, что снижение численности работников наконец удалось стабилизировать, благодаря хорошим выплатам и мерам по сохранению людей на местах, наращивать резерв жизненно необходимо. Сегодня можно говорить о том, что усиленный выпуск в этом году по среднеспециальным образовательным организациям плюс 150 человек. Мы увидим уже результат конкретного трудоустройства в августе-сентябре месяце. Улучшить качество среднего профессионального обучения поможет создание нового образовательного кластера по программе «Профессионалитет». В него войдут все медицинские колледжи региона. Это оснащение самым современным оборудованием, во-первых. Во-вторых, это синхронизация образовательных программ и производственных программ. Это очень важно, потому что мы слышали раньше критику, что приходится переучивать тех работников, которые только закончили наши колледжи или техникумы. К проекту присоединятся шесть медучреждений Алтайского края. Именно они смогут корректировать программу под свои нужды. Проект затронет такие направления обучения, как сестринское и лечебное дело, а также лабораторную диагностику. Притом в Барнольском базовом колледже для этого вскоре даже откроют обновленные лаборатории и мастерские, поскольку именно это учреждение выиграло грант. У нас будет скорая помощь куплена, где будут ребята иметь возможность уже заниматься по скорой неотложной помощи. У нас будут всекотехнологичные микроскопы для лабораторной диагностики закупаться. Там модульные конструкции, и будет уделено большое внимание телемедицины. Конечно, появление кластера отразится не только на студентах, но и на преподавателях, которые пройдут повышение квалификации. Поэтому подписание соглашения о всестороннем сотрудничестве колледжей и медучреждений – важный шаг для всех. Это уже десятое соглашение о создании кластера на территории Алтайского края. Сейчас подобные есть в сферах промышленности, сельского хозяйства, информационных технологий, туризма, педагогики и транспорта. Данил Кузнецов, Алексей Фризин. День с толком. Продолжение следует...